Издание Financial Times назвало пять главных уроков вторжения России в Украину. Урок первый. Чрезмерная самоуверенность Путина. Он рассчитывал быстро захватить Киев и заставить Украину капитулировать, полагая, что сработает план, который был разработан Москвой для вторжения армии СССР в Афганистан еще в 1979 году. И даже потеряя более 100 тысяч солдат, Кремль продолжает свою провальную политику. Урок второй. Как отмечают аналитики, большая война вернулась, и она требует, чтобы у стран были промышленные возможности и огромные запасы оружия, чтобы поддерживать бои высокой интенсивности. Третий урок для Москвы. И он говорит, что качество важнее, чем количество. Ведь, как отмечают военные эксперты, российская армия продолжает демонстрировать низкую мораль и слабые стандарты тактик объединенных сил и командования на поле битвы. Кардинально не смог изменить ситуацию генерал Суровикин, которого Путин назначил командиром российских сил в Украине. Четвертый урок – это важность гражданского общества для поддержания военных усилий. Пятый и, наверное, самый важный урок войны – это то, что она ведется на разных фронтах, и не только танками, но и ракетами и пушками. Это энергетический и продовольственный террор, и мы об этом с вами несколько раз говорили, и будем продолжать об этом говорить. Мы поговорим об энергетическом терроре, будем говорить о продовольственной безопасности, о том, как Украина выступает гарантом продовольственной безопасности во всем мире. Продолжение следует... Продолжение следует...